Тольяттинских гонболистов встречали так, как и подобает встречать чемпионов. Как только девушки зашли в конференц-зал, раздались аплодисменты. Спортсменки клуба «Лада» внесли весомый вклад в победу сборной России в Рио-де-Жанейро. И теперь тольяттинки Ирина Близнова, Ольга Акопян, Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина носят гордое звание олимпийских чемпионов. Конечно, мы не ожидали, что когда мы спустимся с трапа самолета, выйдем в терминал, что будет столько народу. Народ нас ставил, ждал, задержка рейса была, 4 часа. Конечно, эмоции хлынули, когда они начали дарить цветы, шарики. И потом на следующий день, конечно, встреча президента тоже. Такое не забывается. Это золото называют незапланированным, но от этого каким особенным оно стало для всей страны. Женская сборная России по гонболу впервые в своей истории стала победителем Олимпийских игр. Ранее это удавалось только команде СССР 36 лет назад. Тренер клуба «Лада» Ливон Акопян рассказывает, на Олимпиаду ехали за медалями. За какими не знали, но точно за медалями. Единственное, что было лучше, чем у других команд, общая физическая подготовка. Концовку все стоят, а мы бежим как начали, так и бежим. Еще самое ценное в этой команде было все 14 взаимозаменяемых игроков. Замены делаешь, не чувствуешь потери. От областного правительства чемпионки и их тренер получили денежное вознаграждение. И сегодня гонболисток поздравил губернатор. Спортсменки, в свою очередь, подарили Николаю Меркушкину сувениры из Рио. Игровой мяч, шарф и майку с автографами всей сборной России по гонболу. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События.